Приветствую вас, Аноним. Вы знаете, я прочитал ваш текст, прочитал ваш вопрос, который вы задаете. Если честно, у меня осталось к вам больше вопросов, чем ответов после прочтения текста, потому что то, как вы описали ситуацию, то, как у вас складывались отношения с мужчиной, вызывает ряд вопросов, которые мне кажется, нужно разрешить. Во-первых, у меня отложилось впечатление, что вы хотите больше семью, а не, значит, быть с мужчиной. Это первое. То есть, то, что вы говорите, да, что вы надеялись, что мужчина вам предложение сделает, что вы не можете его простить за то, что он не сделал этого, вот, там, с ребенком не помогал, забеременели вы от него, хотя, в общем-то, сами говорите, что знакомы тогда были еще недолго. Вот, и все это как-то вот вызывает вопрос, вопрос, связанный именно с тем, что вам нужно от мужчины, да, сам, 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 сам мужчина и желание делать его счастливым, например, или, значит, все-таки потребность получить от него то, что вам нужно, а именно, какую-то вот защиту, какую-то вот определенность, да, и так далее. Также вызывает некоторые сомнения ваш вопрос, ваша позиция, точнее, по поводу сожительства, потому что в сожительстве, ничего плохого в сожительстве нет, а вот, наоборот, это возможность понять, насколько вы, там, подходите друг другу, к примеру, ну, вот, это возможность определиться с этим, и ничего плохого в сожительстве, в принципе, нет. То, что вы его так отрицаете, ну, это точно вызывает вопрос. Дальше вы говорите про доверие, и доверие, с одной стороны, оно понятно, почему, ну, почему его нет, да, потому что мужчина, по сути, действительно вас обманывал, и обман мужчины, он, как бы, есть. Но очень важно понять, почему человек это делал. Я, безусловно, не знаю всех тонкостей, я, безусловно, не знаю всех нюансов, но, если вы столь жёстко транслировали мужчине свои требования, да, если он мог почувствовать, что у вас есть определённые ожидания от человека, если у вас есть, определённые желания, направленные на мужчину, что ему было просто не с руки вам говориться правду, потому что он знал, что, узнав всю правду, вы уйдёте, он может вас потерять. В жизни вопросы решаются такого рода, как развод и прочее, в жизни такие вопросы решаются, ну, далеко не легко, то есть, далеко не так просто можно решить подобные вопросы, к сожалению, далеко не так просто, вот, и зачастую эти вопросы решаются долго, потому что, ну, всё-таки, там, налаженный быт и всё такое. И вы, ставя ультиматум мужчине, вы давя на мужчину, просто демонстрировали ему, что вас-то по большому счёту беспокоит именно вы, а не он, то есть, думаете-то вы о себе, а не о нём. И нет ничего плохого в том, что вы думаете или думали о себе, а не о нём. Ничего плохого нет, поверьте. Но вы думаете о себе как бы через другого. То есть, вы думаете о себе как бы через мужчину. То есть, через мужчину вы хотите получить то, что вам нужно. Через мужчину вы хотите себя там, ну, к примеру, обезопасить, создать семью и прочее. То есть, это не понимание своих потребностей, это не понимание своих желаний. И это не доверие своим собственным ощущениям. То есть, к примеру, вот есть у вас позиция, что я с мужчиной не живу. К этой позиции можно относиться по-разному. Можно относиться так, что эта позиция, в общем-то, в некоторой степени идеализирует брак. А можно относиться так, что, значит, в некоторой степени эта же позиция, она, в общем-то, ага, идёт на пользу. Да? Вот. И, коли вы считаете, коли вы считаете, что мужчина не может с вами именно сожительствовать, а, ну, сразу, как бы, уступать в брак, что вам, соответственно, эту точку зрения и нужно отстаивать. А вы вместо этого её не отстаиваете. И вы пытаетесь переделать мужчину, вы пытаетесь поменять его, вы обижаетесь на него за то, что он не такой, какой вам нужен. И вот, главная проблема в том, что вы не принимаете до конца своих собственных желаний, свою собственную же позицию. Потому что в чём-то нуждаётесь и ответственность за свои потребности вы возлагаете на мужчину, поэтому вам тяжело с ним расстаться. Ибо, будь вы полностью удовлетворены, речь была бы очень простой. Хочу я или не хочу делать счастливым этого человека? Хочу я или не хочу делать счастливым мужчину? Всё. Но у вас ситуация складывается немножечко не так. У вас ситуация складывается так, что вы хотите быть с этим человеком. Потому что он создал у вас впечатление, что вы можете получить с ним то, что вы хотите. Дальше. Вы пишите, познакомились с мужчиной почти год на сайте знакомств. А здесь вот сразу вопрос. Почему вы с мужчиной знакомитесь на сайте знакомств? Да? Как бы. То есть. Ааа. Ну. Почему? На сайте знакомств. Почему не... Ну, почему не в реальной жизни? То есть. То есть. Тут вот. Возможные. Истории. Когда вы. Получили уже какой-то негативный опыт. От. Общения с. Мужинами другими. И. Боитесь. У. Словно говоря. Сближаться. С. Мужинами. И. Поэтому. Ааа. На сайт знакомств. Как бы. Ааа. Пришли. Познакомиться с мужчиной. Дальше. Что между вами общего? Вот. Ааа. Дальше. Начали общаться. Несколько раз спрашивал его. Точно. Отвечал. 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 Ладно. Почему? Почему? Потом. Начали подозревать что-то неладное. Это как детьми. Эээ. С друзьями не знакомы. В гости не знал ни разу. Звоните мне по дороге с работы. По дороге с работы. Эээ. По дороге с работы. Дальше. Получить штрафы. Опять же. Подозревать. Почему? Потому что ставится под угрозу. Ваше. Желание создать семью. Не сам мужчина. А желание создать семью. Вот. В чем прикол основной. Эээ. Из дома. Практически никогда не звонил. Из дома только смс. Каждый вечер общение по интернету. Не сказал спортсмол. Показать час. Постоянно находились возительные причины. Почему баспорт у него нет. Опять же. Здесь вопрос. Доверие. Доверие именно себе. Попросили один раз. Мишина не показала. В этом не вспомнил. Все. Очевидно показывать не хочет. Минзет вы ставите ультиматум. Вот. Причем даже неделю назад. То есть вот. Год вы все это вот. Тянули. Тянули как бы. Вот. Или показывают спорт. Или расстанутся. Знаете какая штука. То есть это уже по сути манипуляция. Это уже по сути ультиматум. Нет. Тут как бы про отношения речи не идет. Это про. Просто удовлетворение ваших. Ваших. Ну про желание. Вот. Мне показалось рассталось. Через день прислал смысл. Он уже разведен. Но еще что. Ставец обещал выслать документы вечером. Снова начал общаться. Ну вот опять же. Что значит снова начал общаться. То есть вы можете так легко расстаться. Снова начать общаться. Тут у вас либо проблемы с самооценкой. Либо страх остаться без мужчины. Но так или иначе. Себя. Свою позицию. Свои решения. Вы дискредитируете. Таким образом. Так. Выслал документы. Из которых я поднялся. Развод. Только месяц назад. Это не он. А его жена. А какая разница. По образу пониматься. Они оба живут в общежитии. В соседних комнатах. Такое вот ощущение. Да. Опять же. Что вы подозреваете. Пытаетесь все эти подозрения. Как-то вот развить. То есть. В основе лежит ваша тревожность. Об основе тревожности лежит не реагирование на свои собственные чувства. На свои собственные опять же желания. И не готовность отстаивать. Свою позицию. Основанные на этом. Так. А-а-ам. Дальше. Оказалось, что он рассказал о своей жизни вранье. Но это значит, что человек так или иначе стыдится э-э-э-э, ну, стыдится чего-то в своей жизни. А-а-а. для меня это тоже важно, чем, аноним, вот чем. Это жизнь другого человека. О чем-то человек сожалеет, чего-то человек стыдится, чего-то человек вообще не хочет рассказывать. Вам может быть важно только то, что вы хотите по отношению к человеку, то, что вы чувствуете, вы чувствуете, вот это важно. А когда вы говорите, что мне важно, что там у другого человека, это означает, что вы на него полагаетесь, означает, что вы через него пытаетесь как-то вот восстановить свой статус-кво. Так. Дальше. Я была беременна, от него надеялась, что сделал предложение. Зачем? Почему надеялись, что сделал предложение, и почему забеременели, если вы против сожительства? То есть, странно, против сожительства вы вроде как, но против секса нет, против беременности тоже нет. Знаете, вот позиция, позиция неустойчивая позиция, неустойчивая, крайне неустойчивая. Так, значит, нам сказалось с обниманием, ребенку обрадовалось, скоро будет помогать, но не было деньги, но, на самом деле, ничем и не помог, и это не характеризует мужчину, по вашему мнению. Беременность продлилась всего месяц, мы были знакомы тогда три месяца, поэтому я простил ему это отношение, хотя в душе остались сомнения. Если остались сомнения, в душе это значит не простили. Понимаете, здесь вот опять идет то, что вы к себе не прислушиваетесь. Прощение означает полное принятие того, что сделал человек. Прощение означает, с психологической точки зрения, корректирование тех негативных изменений в восприятии себя, которые повлекли действия обидчиков. Только в этом случае вы можете что-то простить. Вы не простили, потому что у вас остались в душе сомнения. Сомнения это, по сути, не прислушивание и не следование своим чувствам на него. Поэтому есть сомнения у человека. Так. Для меня важно рождать ребенка от мужа, а не от сложителя. Почему? Какая разница? То есть видите, здесь какие-то ваши желания, какие-то ваши образы, какой-то ваш идеал, к которому вы стремитесь. При том, что мужчину вы выбираете совершенно неподходящего. Для этого. То есть ваша однокомств, секс, ребенок до брака, все вот это. То есть ничего из того, что бы обеспечивало наличие идеала вашего в реальной жизни, вы не делаете. Он предлагал вместе жить на втором свидании. Я тогда сразу сказал, что сложительства не буду никогда. Почему такая принципиальная сантация? Сейчас я не знаю, стоит ли дальше верить этому человеку. Вы не можете решить для себя, стоит ли кому-то верить. Вы либо верите, либо нет. Но верить кому-то или не верить зависит не от того, что делает другой человек, а от того, насколько вы доверяете самим себе. А вы сами себе, как я сказал, вы не доверяете, соответственно, вы не можете верить другому человеку. И уж точно, вы не можете решить, стоит ли или не стоит, потому что это чувство. Это не разум. Это не интеллектуальное решение, приняв которое, вы сможете идти дальше по жизни. Но если вы так поступаете, то, конечно, ваша тревожность, она вполне обоснованная. Так, значит, выходит, он обманул меня почти год, и даже когда я была беременна, на развод свою жену не подавал. Хоть и живет от него отдельно. Почему вы считаете, что он должен был подавать на развод, когда вы были беременны? Вот почему. Вы, опять же, чего-то там от мужчины ждете, при этом игнорируя себя и свои действия, и свою личную ответственность за то, что происходит. Так, сейчас он уже разведен, и меня мучает, что на развод подал не он, а его жена. Какая разница? Может быть, он и дальше не хочет разводиться? Вы этого никогда не узнаете. Опять же, это не имеет значения, если вы доверяете себе. Так, его объяснением уже не верю. Он уверяет, что не мог это 20-40 года. Сейчас заплатил юрист, и тот научил, как правильно подать заявление, чтобы сразу развелись. Мой выбрет, может, нет, если вы будете доверять себе, для вас это не будет проблемой. Хочется верить, но я уже не верю. Вам не хочется верить. Вам хочется, скорее, поддерживать образ того мужчины, который может вам дать то, что вы хотите. Очень больно расставаться с ним, и дальше будет об этом не хочу. Почему больно? Давайте разбираться, и почему больно? Боюсь, что даже, если жениц-жениц нам нет, он тоже нажимает на стороне, и будет так же брать и ладить прямо в глаза. Ну, это неуверенность в себе, заниженная самооценка, вот, страх какой-то остаться один, страх измены. То есть, это все неуверенность в себе. Вот, то есть, такая вот болезненная, несформированность представления о себе, и зависимость того, что вы думаете о себе, и как вы себя чувствуете, и от того, что делают другие люди. С этим вам можно помочь. Более самодоставочные статьи. На данный момент в поездке, я не общаюсь с ним, заблокировав, где хочу набрать сил, чтобы расстаться. За две недели до этого разговора, у нас не во нашим будущем, удалось понять, что после поездки планируют жить месяц на мной. По-другому, что меня обсуждали, но знают мои позиции против позиции. Сложительство, поэтому я наделся, когда я взял предложение. А как то, что вы все это узнали, влияет на его желание сделать предложение? То есть, мне кажется, что сейчас, когда вам поездка, решать ничего не стоит. После поездки вам можно встретиться, посмотреть, что он скажет, что он сделает, выразит свою позицию по поводу того, что вы узнали, и дальше уже будет очевидно. Задача уже будет понятна. Но совершенно ясно, что если вы не измените отношение к себе, если вы не поработаете со своей уверенностью, страхами и самооценкой, и личными границами, и личной ответственностью, то ситуация будет ухудшаться и дальше. Что делать дальше не представляло, чтобы что. Что делать, чтобы что. Понимаете, вы решите, что вы хотите делать, а мы вам, собственно, поможем это решение реализовать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо.